Качество образования молодежи это залог успешного развития государства. По этим принципам живут студенты, обучающиеся в Венгрии. Кыргызстанка Камила Алмаз поступила в венгерский вуз по гранту. Она говорит, что это было ее лучшим решением. Классная возможность для кыргызов. Здесь уже появилась такая неофициальная диаспора у нас. Здесь очень много. Вместе мы другу помогаем, вместе проводим мероприятия. Я хочу, конечно, попробовать поработать здесь, посореваться, пока буду учиться, но в итоге хочу поехать в Кыргызстан и делать тоже свой вклад. Сторону довольны итогами визита. Все заложенные программы выполнены, говорит министр иностранных дел. Соглашения были подписаны в правовой сфере в защите персональных данных, судебно-экспертной деятельности. Не забыли и про образование. Ну а на кыргызско-венгерском бизнес-форуме предприниматели подписали 12 различных соглашений. Поскольку они будут реализовать в сфере энергетики, в сфере сельхозяйства, в сфере текстильной промышленности, небольшие контракты, но тем не менее в рамках мы сумели где-то около 7 миллионов долларов освоить из фонда. Это дает возможность, что мы в будущем можем увеличить этой суммы. Там же сейчас находится где-то 16 миллионов долларов. И мы договорились, что как только будут осваиваться эти деньги фонда, они готовы еще рассмотреть возможность увеличения объема фонда. Преимущество аграриев нашей страны в том, что они не используют ГМО при выращивании сельскохозяйственных культур. Если экспорт поставить на правильные рельсы, то можно получить из этого огромную прибыль. Через Венгрию можно будет выпускать нашу органическую продукцию на рынке стран Европы, говорит эксперт Искендер Шашеев. «Естественно, по всему миру сейчас очень большая инфляция произошла. И все, что называется органическое, имеет где-то X3-X5 цены на рынках Европы, странах Запада, так скажем, Юго-Восточной Азии. Поэтому если такое питание производить, оно будет очень хорошо продаваться. 94% – это горы, 96% горы, 4% – это долины и очень мало сельскохозяйственных мест. Но даже на склонах гор постепенно нужно использовать таких партнеров, развивать сельское хозяйство, органическое сельское хозяйство, создавать определенные технологии для полива, для ухаживания, для всего». Президент при пощении венгерской компании по производству оборудования для энергоотрасли отметил высокий потенциал гидроэнергетической отрасли Кыргызстана, но который не используется в полной мере. Сейчас очень важно изучить опыт и проводить работу по постройке малых ГЭС на руслах рек, заявляют эксперты. Эффективными методами и технологиями владеют венгерские специалисты. «У нас в каждом практически в горных районах везде проходят речки такие маленькие, притом они генетические энергии, и он так быстро вот так идет с гор, генетические энергии очень высокие. На этих же местах осваивают вот эти малые энергетические системы, это дал бы большой эффект для наращивания, как говорится, энергетической мощи нашего Кыргызстана и повышению эффективности экспорта электроэнергии». Что касается исторических связей, то венгры ассоциируют себя с кочевым народом, близким по духу кыргызам. Они проявляют большой интерес к нашей истории и культуре. «Между венгерами и кыргызами есть не только историческая, но и генетическая связь. Еще в древние времена эти два народа были близки по духу, культуре и языку. Они себя считают копчарками, а это в нашем языке переводится как мадьяр. Нужно нам усиливать и развивать наши отношения. В этом плане на госуровне проводится огромная работа, которую нужно продолжать». Венгрия для Кыргызстана является опорной точкой в Европе, поэтому важно для налаживания и укрепления отношений иметь прямое авиасообщение, об открытии которого стороны договорились. Планируется, что в ближайшее время прямые авиалении начнут работу по маршруту Будапешт-Бишкек-Будапешт. Тибеки Саква, Бегзат Машапов, Эльтер Бишкек.